Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня в селе Маруха Зеленчукского района после реконструкции открыли детский сад. Его смогут посещать до ста малышей, жителей со столь значимым событием. Поздравил глава республики Рашид Тимрезов. Подробнее в репортаже Шерифат Левшоковой. Четверть века жители села ждали открытия этого детского сада. Новый теремок оправдал все ожидания. В этом убедился и глава республики. Он осмотрел здание общей площадью 1300 квадратных метров, состоящее из пяти блоков, в котором расположены просторные спальни, игровые комнаты, столовая. Они оснащены всей необходимой мебелью. А главное, силами воспитателя здесь создана уютная атмосфера, так необходимая маленьким посетителям детского сада. Рашид Тимрезов также посетил пищеблог, медкабинет, актовый зал, в котором всех ожидал музыкальный подарок от юных воспитанников. Поздравляя жителей Марухи с открытием нового детского сада, глава республики заверил, что селу и дальше будет уделяться особое внимание властей. В первую очередь хотел бы вас поблагодарить за терпение. На самом деле этот детский сад давно строился. Но самое главное, что сегодня он введен в эксплуатацию. И у всех родителей, самое главное, у детишек есть возможность посещать этот детский сад, получать то, что должен получать каждый ребенок и в нашей республике, и в нашей стране. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит задачу, очень четкую, очень понятную, и мы ее неупросто исполняем. Обратился глава республики к маленьким жителям Марухи. Он пожелал им расти умными, здоровыми, успешно реализоваться в жизни и прославить свое село и республику. Среди жителей, присутствующих на торжестве, были и мамы, чьи дети будут посещать теремок. Для родителей открытие нового детского сада стало особенно значимым событием. В нашем селе огромная радость, открывается новый детский сад. От имени родителей хочу выразить огромную благодарность тем, кто подарил нам этот праздник. На торжестве была выполнена и приятная процедура. Заведующий был передан символический ключ от детского сада. Так был дан старт празднованию, к которому малыши подготовили песни и стихи. С днем рождения поздравляем наш любимый детский сад. Пусть радостно принимает он и взрослых, и ребят. Открытие детского сада позволило обеспечить рабочими местами 30 человек. Действовать здесь будут 4 группы, по 25 малышей в каждой. Появится и одна ясельная от полутора до трех лет. Детский сад в Марухе стал пятым в Зеленчукском районе, открытым за последние годы. Всего же за истекшие 5 лет в республике возвели 50-го новых детских дошкольных учреждений. Их строительство и дальше будет продолжено. Глава республики посетил сегодня и Зеленчукскую центральную районную больницу. В прошлом году на средства, выделенные из резервного фонда президента России, там был проведен капитальный ремонт в трех отделениях. В терапевтическом, центральном, стерилизационном и пищеблоке. Рашид Тимрезов пообщался с пациентами первичного сосудистого отделения. В ходе своего визита главы республики дал ряд поручений по улучшению качества организации медицинской помощи, а также по благоустройству прилегающей территории. Посетил Рашид Тимрезов и КФХ «Южный». Его генеральный директор Адам Дудуев, показав образцы картофеля, выращенного на полях хозяйства, рассказал и о планах. На сегодняшний день здесь засеивается 320 гектаров земли, но планируют заняться и садоводством. Рашид Тимрезов отметил, что у Зеленчукского района есть большой потенциал в этом направлении и пообещал поддержку государства. Сегодня исполняется ровно 20 лет со дня выработки первого киловатта электроэнергии Зеленчукской ГЭС. Именно 9 августа 1999 года был введен в промышленную эксплуатацию первый агрегат гидроэлектростанции, строительство которой шло без малого четверть века. В канун дня юбилея директор Крачево-Черкесского филиала «Росгидро» Петр Кравченко дал расширенную пресс-конференцию журналистам республиканских СМИ. Об истории строительства, путях развития и о планах на перспективу компании, вырабатывающей чистую энергию, материали Ахмата Халкечева. Своё общение с журналистами Пётр Васильевич Кравченко начал с истории развития и становления Зеленчукской ГЭС-ГЭС. Изначально станция проектировалась на 4 блока, которые должны были работать только в режиме ГЭС. Но в силу новых требований в сфере производопользования проект пришлось откорректировать. Так, в 2010 году было принято решение преобразовать Зеленчукскую гидроэлектростанцию ещё и в гидроаккумулирующую. По завершению работ в 2016 году теперь уже Зеленчукская ГЭС-ГЭС обрела новые мощности, обеспечив почти половину потребляемой регионом электроэнергии. Свой 20-летний юбилейк Крачево-Черкесский филиал «Росгидро» не намерен сбавлять темпы своего развития. В этом году запланировано начало строительства двух станций малых красногорских ГЭС с мощностью по 25 мегаватт каждая. Сдача объектов в эксплуатацию предположительно придётся на конец сессии 2022-го, на начало 2023-го года. Если только у нас 45% обеспечения, собственно, то с вводом этих двух, я думаю, перевалят за 50. Это немаловажно. Вопросы от журналистов касались как воздействия на экологию региона, так и социальной ответственности компании в республике. «Росгидро» – компания с высокой степенью социальной ответственности, подчеркнул Пётр Кравченко. В частности, Карачаево-Черкисским филиалом на протяжении многих лет реализуется долгосрочная благотворительная программа по поддержке детских социальных учреждений республики. За последние 8 лет для восполнения рыбных ресурсов региона в реках Тиберда и Большой Зеленчук запущено более 300 тысяч мальков ручьевой форели. А в Кубань запущено свыше 25 тысяч осетровых. Также компания занимается обустройством новых туристических маршрутов и регулярно организовывает экологические акции «Субботники», активно поддерживает детский спорт. В рамках программы с символичным названием «Память на высоте» Карачаево-Черкисский филиал «Росгидро» осуществляет уход за памятниками и мемориалами, посвященных подвигу защитников перевалов Кавказа. Со строительством двух малых красногорских ГЭС у жителей близлежащих населенных пунктов появилась надежда на разрешение давней и весьма острой социальной проблемы – проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Было принято решение на предмет того, что со строительством малых ГЭС Красногорской 1 и 2 оказать помощь в сооружении, очистных сооружений, в разводе водоводов. «Думаю, что это соглашение будет значительно шире и не только там будут очистны. Я думаю, моменты, о которых люди мечтают, чтобы это сделать, оно будет претворяться в жизнь. Во-первых, взаимодействие, еще раз подчеркиваю, главы республики и нашей компании». Помимо социальных программ, реализуемых Карачаево-Черкисским филиалом «Росгидро», присутствие компании в регионе крайне выгодно республике и с экономической точки зрения. Только за первый квартал текущего года предприятие, преобразующее энергию наших рек в чистую электроэнергию, в общей сложности выплатило 124 миллиона рублей в бюджеты всех уровней. Из них в федеральный ушли 14, а остальные средства остались в регионе как на уровне республиканского, так и на уровне местных муниципальных бюджетов. Ахмат Алтечев, Али Бастанов, Вестикарачаево, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не пропустите выставку-продажу от компании «Меховая королева». Большой выбор шуб российской и скандинавской норки «Мутона Каракуля». Торопитесь, только сейчас скидки до 70% с 11 по 12 августа в Центре развития предпринимательства. По сообщению синоптиков, по Карачаево-Черкесии днем местами кратковременный дождь, гроза. Во второй половине дня в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, в горах плюс 7, плюс 12. Днем плюс 25, плюс 30, в горах 19-24 градусов тепла. Черкесский днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем 28-30 градусов тепла. Продолжаем выпуск. 11 августа день строителя, работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Именно руками работников отрасли в городах и районах республики строится социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, предприятия, парки, стадионы и жилые комплексы. Благодаря вашему профессионализму, Карачаево-Черкесия преображается, становится современнее и комфортнее для жизни. Республика успешно реализует региональные и федеральные проекты, предполагающие строительство дорог, зданий, сооружений, благоустройства малых и больших населенных пунктов. Строитель одна из самых тяжелых профессий, но герой нашего репортажа целенаправленно ее выбрал и не жалеет. Сейчас он участвует в строительстве очередного большого современного здания новой поликлиники в Карачаевске. Это еще один строящийся по решению главы Карачаева-Черкесии в рамках федеральной программы развития здравоохранения «Социально значимый объект». О строительных буднях Мадина Каракетова. Олег Михайлов в строительстве уже 7 лет, хотя планировал совсем другое. Я хотел автомехаником быть. Так получилось, что выбрал эту работу. Попробовал и остался. Товарищ, знакомый пригласил на армирование. Поработал полгода и устроился. Работа арматурщика весьма трудоемкая, кропотливая, сложно было, говорит Олег. Но именно эта работа и привлекла его. Первый день жара стояла. Тем более, что после армии пришел. Сложно было. С первого раза никогда не получается. Я же говорю, полгода это минимум обучения идет. Потом чуть-чуть уже начал вникать и вылился в эту сферу. Сейчас Олег профессионал вяжет арматуру с закрытыми глазами. И под его началом работает целая бригада арматурщиков. Олег рассказывает, что вся тяжесть работы физическая и моральная, ведь строителям приходится месяцами не бывать дома, окупается результатом. По всему Северному Кавказу стоят объекты, к строительству которых причастен и Олег. Ведь армирование – один из самых важных этапов при строительстве, отвечающий за усиление монолитных конструкций. В среднем в год бригада строителей, в которой работает Олег, возводит четыре здания. Сейчас строят поликлинику в Карачаевске. Сроки сжаты, до декабря должны уложиться. По словам прораба объекта Аслана Тляужева, будет сложно, но смогут. Поликлиника будет очень красивая, на 350 посещений в сутки, общей площадью около 9 тысяч квадратных метров. Будет цокольный этаж полностью, который функционирует как кабинет и лабораторий, и еще три этажа. Работы начались в марте. Строители уже завершили цокольный этаж, на котором ведут кирпичную кладку. Одновременно возводят монолитный каркас здания. Занимаются общими коммуникациями. Рабочих в общей сложности более 40 человек. Каждый занимается своим делом. Монолитчики, каменщики, спецтехника, кто работает, механизаторы. В общей сложности больше 40. Работаем в усиленном режиме, полностью световой день, начиная с утра и пока не стемнеет. Обещают, что здание будет очень красивым, интересным архитектурным решением, необычным фасадом и остеклением. Согласно проектной документации, здание будет четырехэтажным, будет включать в себя взрослую и детскую поликлиники и женскую консультацию. Новая поликлиника будет обслуживать не только Карачайск, но и район. Строится она по решению главы республики Рашида Тимрезова в рамках государственной федеральной программы развития здравоохранения. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. В связи с празднованием Курман-Байрам, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов подписал указ о нерабочем дне 12 августа. Работа в этот день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. По поручению главы Карачаева-Черкесии, 11-я в республике будут организованы пункты продажи овец специально к мусульманскому празднику. Каждый желающий сможет купить животных по цене на 25-30% ниже рыночной. Площадки начнут работать с 7 утра в Черкесии по улице Ленина, 200 метров в сторону Усть-Жигуты от комплекса «Дельвейс». В Карачаевске по улице Крым-Шумхалова, это северная часть города, рядом с автовокзалом. Кроме того, во всех муниципальных районах по поручению главы Карачаева-Черкесии малоимущим семьям к празднику жертвоприношения раздадут барашек. Завтра на перевале Гумбаши на территории туристического комплекса «Мара» состоится грандиозный праздник – фестиваль мировых рекордов. Культурное массовое спортивное мероприятие приурочено ко дню физкультурника. На фестивале, который на территории Карачаева-Черкесии проходит впервые, будет установлено 10 мировых рекордов. Инициатором и организатором мероприятия выступает Марат Узденов, который сам не раз становился рекордсменом совместно с правительством Карачаева-Черкесии. Почему выбрано именно это место для проведения столь масштабного мероприятия? В каких видах будут участники показывать нереальные результаты? Гости праздника смогут узнать, посетив один из красивейших уголков Карачаева-Черкесии. Собравшихся помимо конкурсов и угощений ждет яркая концертная и другие развлекательные программы. Очень хотелось, чтобы наш субъект стал первым рекордсменом в истории России по рекордам мировым. Здесь будут устанавливаться минимум 10 мировых рекордов на территории Гумбаши. И я приглашаю всех жителей Карачаева-Черкесской республики, чтобы они приехали и сами своим глазами увидели, что это все по-настоящему, что это все серьезно и очень красиво. Так что я здесь жду с 10 числа утром. Всех приглашаю. Вы будете все для меня почетными гостями. Это все вести, а прямо сейчас смотрите фильм «Ищу мужчину». Приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова